Всем привет! Я вам расскажу о том, зачем нужен локальный подкастинг И начну с того, что вообще такое подкаст Поскольку у нас в Украине разговорных радио всего одно Это радио Эра Повсюду играет только музыку, попсу и рекламу То приходится где-то искать контент, который можно послушать в машине, на даче или на прогулке И начну с того, что откуда появился термин подкаст Термин подкаст это изобретение компании Apple Это сборное слово из iPod и Broadcasting Кроме этого, было еще куча терминов, как RSS Casting, Zen Casting от компании Microsoft, который был player Zen И много остальных И хотел бы немного рассказать о нашем локальном подкасте Поскольку в 2008-2009 году в Донецком твиттере было довольно тяжело найти кого-либо из Донецка Ну, я все-таки нашел Нашел пару человек, собственно, предыдущего докладчика и его друга И они до этого записывали подкасты Записывали, назывались они «Итерация», «Гривня-каст» про историю гривни в Украине И подкаст про Польшу Мне это очень все понравилось И решил написать им «Давайте запишем что-нибудь вместе» Поскольку нового ничего они давно не выпускали Название называется наш подкаст «Юзкаст» Название мы придумали за 5 минут конференции в Скайпе Было довольно просто Первый наш выпуск пилотный мы записали в 2010 году в мае И поскольку у многих, скорее всего, вопрос А зачем вообще этот подкастинг нужен? Я приведу немного статистики Мы выкладываем свой подкаст на подкаст-тервинул «Харпот» Который создал, может быть, кому-то или всем известный Василий Стрельников И на подкасте «ОДФМ» А, и, ну вот, статистика На 41 выпуск у нас 15150 прослушиваний на вчерашний вечер Также в наших подкастах участвовало 20 человек, гостей И попасть к нам очень легко Достаточно написать мне или кому угодно из ведущих Или на твиттер нашего подкаста И вы будете в следующем выпуске участником Еще хотелось бы сказать про конкуренцию Когда мы начинали записывать подкаст Донецкий подкаст И среди подкастов был только один подкаст Это был подкаст из Донбасса с любовью Собственно, один из участников уже участвовал сегодня Кроме него других подкастов не было Поэтому тема нашего подкаста Первые 20 выпусков мы записывали только через скайп Мы даже не видели друг друга, не знали Как мы вообще, чем мы занимаемся в реальной жизни Просто энтузиасты собрались и записали 20 выпусков каждую неделю Формат был таков, что мы обсуждали городские новости И записывали афишу на предстоящие выходные Каждую неделю выходил выпуск Мы предоставляли афишу на выходные Но, похоже, нам выпускаться еженедельно надоело Мы перестали выпускать афишу Новостей стало меньше И поэтому мы перешли в более разговорный формат И начиная с 21 выпуска мы собираемся В каком-нибудь заведении Или даже, если не очень холодно, на улице В каком-нибудь парке И записывали на заранее известную Договоренную тему Подкаст Ну и опять-таки, поскольку Разговорных радио у нас нет Подкастинг будет Является хорошей заменой радио Потому как можно подписаться на него Можно как на РСС подписаться Можно добавить его в такие проекты, как iTunes Можно просто заходить на сайты слушать Слушать дома, слушать в машине Слушать в транспорте Тем самым Вы не привязываетесь к времени Как это Как это Есть на радио Те же самые Например, разговорных радио из России Это радио «Маяк» и «Эхо Москвы» Но выкладывать какой-то аудиоматериал Они начали только совершенно недавно Даже начали выпускать это Как в аудиоформате Но это в таком уже основном виде То есть это звук и заголовок Что это за передача и кто ведущий Сначала послушать фотографию Нет Немного советы тем, кто все-таки собирается записывать подкаст Это может быть подкаст на любую тему Это может быть подкаст вашей компании Которая рассказывает о своих продуктах Хороший пример подкаста на подобную тематику Это в России с КБ «Контур» У них есть подкаст про собственный продукт «Эльба» Это электронная бухгалтерия То есть этот подкаст слушают бухгалтера Они И точнее Слушают те, кто собирается переходить на электронный бухгалтерий Также начинать можно в Донецке писать подкаст на любую тему Кроме, наверное, темы IT Потому что эту нишу занял уже самый крупнейший подкаст Как «Радио Ти» Может быть, кто-то о нем чего-то слышал Кто-то знает, подойдет к кому-нибудь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!